В этом году раз в год мышки, я вот таких мышек, это амигурумчики. Вязаные японские игрушки амигуруми взяла с собой на пресс-конференцию директор центра «Нефтяник». Говорит, они сейчас в тренде. Еще мышек валяют, лепят из глины или папье-маше, изображают аппликацией. Лучшего рукодельника наградят в конце месяца. И даже те, кто не победил в конкурсе, приходят на следующий год, и от них идет такой позитив. Буквально недавно мама с сыном принесли игрушку и сказали, вы знаете, мы не победили, но мы свою игрушку видели на городской елке. Школы и детские сады сейчас трудятся над коллективной новогодней игрушкой, чтобы отправить ее на городской конкурс. Во всех абсолютно образовательных организациях уже идет полным ходом подготовка к этому мероприятию. Изготавливаются новогодние игрушки, наряжаются елки, готовятся праздничные программы. По традиции во всех дошкольных учреждениях, во всех детских садах пройдут утренники новогодние, это традиционные мероприятия. Новый год – это еще и длинные каникулы, которые не нужно проводить за праздничным столом, утверждают специалисты Департамента физкультуры и спорта. Лучше выйти на праздничную лыжню или праздничный каток. Трудно было без снега, но 14 массовых все же залили. А еще построили горки и рядом со стадионом «Красная звезда» и в парке «30-летие ВЛКСМ». Готовка встречи 2020 и парк «Трехсотлетие Омска». Сейчас уже установлена горка 7,5 метров и трехметровая горка. Установлен теплый павильон, где будет горячее питание, где будет работать прокат лыж и коньков, также тюбингов. Но еще, что касается жителей Левобережья, проведены опоры освещения. То есть на сегодняшний день люди спокойно могут вечером пойти, покататься, погулять, просто подышать свежим воздухом в парке «Трехсотлетие». Каток тоже будет? Каток сейчас заливается. Во дворах, где есть хоккейная коробка, организуют соревнования по хоккею с шайбой, с мячом или в валенках. На каникулах о мячей ждут также турниры по флорболу, баскетболу и конькобежному спорту. Всего 80 мероприятий. Анна Рыбина, Сергей Пайхалов, Антена 7.